Диагноз подтвердился. Медики Московского противочумного центра прислали положительное заключение по анализу, взятому у жительницы региона, вернувшейся на прошлой неделе из Санкт-Петербурга. Таким образом, в Ненецком округе остается зарегистрированным один случай инфицирования COVID-19. Снова поплыли. С приходом весны на транспортных артериях и кружной столице образовались огромные лужи. В связи с этим временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный провел масштабный рейд по самым проблемным участкам дорожной сети Нарьинмара. Раненого краснокнижного орлана, найденного в районе деревни Пылемец, уже доставили по адресу новой прописки. В заповеднике в Череповце птицы сделали операцию. Кстати, у орлана теперь есть имя. Его назвали Нарьян. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Эпидемиологическая обстановка в России продолжает ухудшаться. Только за последние сутки в стране зарегистрировано рекордное количество заболеваний коронавирусной инфекцией – 3388. Общее число заболевших приблизилось к отметке 24,5 тысячи человек. Тревожные новости поступают из соседней республики Коми. Там число заболевших перевалило за 400. Только за последние сутки COVID-19 заразилось 97 человек. Всего один регион в стране, по данным на 15 апреля, остается свободным от коронавируса. Это Алтай. В Ненецком округе в конце прошлой недели был выявлен первый случай инфицирования у жительницы Нарьянмара, прилетевшей из Санкт-Петербурга. Сегодня стало известно о подтверждении заболевания. Официальные данные поступили в управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу из Москвы. Об этом шла речь на брифинге для журналистов региональных СМИ в департаменте здравоохранения Ненецкого округа. Женщины находятся у нас в удовлетворительном состоянии. Все контакты на данный момент отработаны. По данному случаю сейчас на изоляции находится 162 человека в течение 14 дней с момента с 9 апреля 2020 года. Пробы были взяты у пассажиров, которые сидели рядом с больной COVID. Все остальные лица, которые находятся на изоляции, у них обязательно будут взяты пробы на исследование коронавирусной инфекции на 10, 11 и 12 день. То есть это 18, 19 и 20 апреля 2020 года. Сейчас мы эти списки готовим. Система здравоохранения они будут предоставлены к нам и в соответствии с этими списками исследования всех изолированных будут проведены. Тесты для проведения исследований на выявление коронавирусной инфекции в Ненецком округе есть в достаточном количестве, однако без симптомов заболевания по личному желанию сделать такие тесты в на Ринмаре пока нельзя. Что касается первой заболевшей коронавирусом в округе, то она находится в стационаре под наблюдением медиков. У нас развернут полностью один пост для лечения одного больного. Если вы говорили о том, что будет болеть несколько, то тот же один пост, который сегодня существует, он в рамках двух этажей в детском отделении, это четвертый и третий. Пока он работает на четвертом этаже и позволяет разместить там до 30 пациентов. Соответственно, это тот же один самый пост. То есть медики готовы, они уже работают. И что будет там один пациент, что 30, это будет то же количество медиков, которые сегодня работают. Что касается реанимации, она также готова, это первого, который переведен, и реаниматологи, антистезологи, они также в режиме ожидания, если будут случаи, то они готовы эту помощь оказывать. На поддержку медицинских работников из федерального бюджета Ненецкому округу выделено 10 миллионов 800 тысяч рублей. Эти средства будут выплачиваться за фактически отработанное время. Из окружного бюджета на эти и другие цели также выделено 20 миллионов рублей. Эти средства предусмотрены на доплаты также медикам и лицам, которые участвуют в решении этих задач, те, которые не вошли в постановление правительства. Это работники санитарной вещества, потому что мы знаем, что у нас эвакуация возможна и санбордами, не только скорой помощью. Это водители скорой помощи, которые не попали в постановление правительства, это медики ургентных служб, это УЗИ, это рентген, который необходимо будет производить по показаниям, и они все будут уже приняты на уровне субъекта. В том числе и региональные средства будут направлены на приобретение лекарственных средств и средств защиты. Противочумная костюм может быть, как вы правильно сказали, в форме халата, может быть в форме комбинезона. На сегодняшний день у нас закуплены и используются медиками противочумные халаты. То есть это вниз, как на нательное белье, одевается сверху халат, потом сверху еще фартук на руки, на рукавники, шапочка, очки, респиратор, высокие бахивы. То есть это то, что сегодня сертифицировано под стандарты, связанные с, как раз, как вы сказали, противочумные костюмы. И вот сегодня мы ожидаем еще новую поставку уже противочумных костюмов. Что касается медицинских масок, то в ближайшее время они не появятся в аптечной сети. Медики обеспечены масками в полном объеме. Снова поплыли. С приходом весны на транспортных артериях окружной столицы образовались огромные лужи. Дорожники и коммунальные службы работают в несколько смен. Однако из-за отсутствия ливневой канализации и особенностей рельефа, талая вода продолжает скапливаться на дорогах. В связи с этим временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный провел масштабный рейд по самым проблемным участкам дорожной сети Нарьинмара. Подробности прямо сейчас. Участок дороги по улице Первомайская – один из самых проблемных в черте города. Ежегодно здесь образуется лужа площадью в десятки квадратных метров. И несмотря на ежедневную откачку воды, полностью высушить этот отрезок транспортной артерии не удается. Проблема основная в том, что у нас в выезжающей территории снег плохо вывозится. Мы можем видеть огромные кучи снега, которые в факт все сюда стекают. В том числе оттуда с управляющей компанией. Ну, за вчерашний день порядка 166 кубов было вывезено. Работают пока 4 машины, надо 9 вечера даже там. В случае, то есть пока мы ориентируемся на наличие отрицательных температур. То есть не качаем, когда на минус идет. В эту ночь будет плюсовая, ну то есть ноль. То будет прорабатываться вопрос круглосуточной откачки. Но таких мест скопления воды очень много. Да, у нас порядка по городу, это порядка там 6 таких самых крупных. Мы по 4 сейчас приедем. Да, действительно, там и на окружных дорогах, и на городских. Тогда нужно мобилизовать все силы и средства, найти технику, которая сможет откачивать эту воду. На сегодняшний день как на окружных, так и на городских дорогах ведется откачка луж осенизаторскими машинами и мотопомпами. В общей сложности привлечено 11 единиц техники. Снег же вывозится в круглосуточном режиме. Сотрудники чистого города работают в три смены. Однако из-за особенностей рельефа талая вода все равно скапливается на участках дороги, которые находятся в низине. Проблема стара как мир. В окружной столице отсутствует система ливневой канализации. Есть только два способа борьбы с этими лужами. Первый – это вывозить весь снег, который накопился за зимний период. Второй – ситуативно бочками откачивать эту воду. Но в целом на будущее необходимо делать проекты и дренировать эту воду, чтобы она не скапливалась. По этому пути уже пошли городские чиновники. В мэрии разработан проект по обустройству парковок с использованием специальных решеток. Об этом временно исполняющему обязанности губернатора Ненецкого округа Юрию Бездудному сообщил глава администрации Нарьинмара Олег Белак. Мы в прошлом году еще подготовили проект, который подразумевает здесь обустройство стоянки с использованием бетонной георешетки, которая позволяет, естественно, дренаж возникает и все будет уходить в грунт. Мы использовали небольшой элемент на обустройстве стоянки между домами 19 и 21 на Ленина и, в общем, показало свою эффективность. Проект есть, с материалом мы работаем, поэтому вопрос только в обеспечении финансирования и выполнении здесь работы. То есть, от пересечения с улицы Ленина и практически до бани будет планируемо исполнить в таком решетчатом виде, чтобы все уходило на естественный грунт. По итогам рейда Юрий Бездудный дал поручение мобилизовать все силы и средства и найти дополнительную технику на откачку воды и вывоз снега. Алина Ваучейская, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». До срочного завершения учебного года в школах Ненецкого округа не будет. Уроки будут продолжены в соответствии с учебно-календарным графиком каждого учебного учреждения. Но вместе с этим образовательная нагрузка на учеников будет снижена. Об этом в программе «Актуальное интервью» рассказала заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Леана Храпова. Так, ученики первых классов в школу Ненецкого округа будут учиться до 29 мая, потому что они обучаются по пятидневке. Промежуточную аттестацию для начальной школы рекомендовано отменить. Для вторых, третьих, пятых, шестых, седьмых и восьмых классов учебный год завершится 29 или 30 мая, в зависимости от того, по какой системе пятидневки или шестидневки работает школа. Промежуточные аттестации в этих классах также рекомендовано не проводить. В вышеуказанные даты завершится учебный год и у четвертых классов. Переводную аттестацию для учеников таких классов рекомендовано провести не позднее первого сентября. В целом, по каждому классу рекомендовано минимизировать объемы домашнего задания. Сегодня мы отработали с надзором в сфере образования для того, чтобы направить уже методические рекомендации, обязательные к исполнению руководителей, которые будут ознакомливать наших педагогов, о том, каким образом все-таки работаем мы в части предоставления, проведения образовательного процесса и, конечно же, в части подачи дополнительного объема домашнего задания, который дают. И, соответственно, в данных методических рекомендаций мы завтра еще обсудим с коллегами, с заместителями по учебной работе, чтобы учесть абсолютно все нюансы, которые сегодня у нас возникают, и для того, чтобы это руководство уже непосредственно отправить, к действию отправить в сельские населенные пункты, для того, чтобы у всех было понимание. Для девятиклассников учебный год завершится 28 мая. На начало июня намечено проведение двух обязательных экзаменов русского языка и математики. Экзамены по выбору для девятиклассников отменены. Сегодня мы в отношении объемов домашнего задания по девятиклассникам очень будем просить наших учителей, педагогов уважаемых, чтобы они максимально, если есть желание у ребенка, давали домашние задания по итогам четвертой четверти, в течение четвертой четверти. Если ребенок сдает ОГЭ, то, соответственно, они будут готовиться очень усиленно именно по этим предметам. Для одиннадцатиклассников предполагается, что начало ЕГЭ стартует не ранее 9 июня. Количество предметов для сдачи осталось неизменным, а вот количество домашнего задания, как и для всех классов, рекомендовано снизить. 1 июня жители округа, воспитывающие детей от трех до семи лет, включительно могут подать заявление на выплаты пособий. О мерах поддержки семьям с детьми на период пандемии коронавируса и о том, куда обращаться за материальной помощью, расскажет Александра Литкова. Ежемесячное пособие будет начисляться с 1 января 2020 года. То есть семья, которая подаст заявление 1 июня, получит средства за прошедшие пять месяцев. Это в том случае, если к 1 января ребенок достиг трех лет. Как пояснили в отделении социальной защиты, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года и до достижения ребенком возраста 8 лет. Право на получение ежемесячной выплаты имеет родитель или законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий на территории Ненецкого автономного округа. Ребенок должен являться гражданином Российской Федерации, выдается таким семьям, где среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Ненецком автономном округе на второй квартал года, в предшествующий год обращения за насечением указанной выплаты. Прожиточный минимум на душу населения, установленный в Ненецком округе на второй квартал 2019 года, составляет 20 063 рубля. Выплата составит 50% от этой суммы, то есть 10 556 рублей. Подать заявление можно несколькими способами. Срок рассмотрения – 10 дней. Гражданин подает заявление, где указывает членов своей семьи, состав своей семьи, доходы, какие он получает. От гражданина требуется только заявление, остальные мы сведения самостоятельно запрашиваем по межведомственному взаимодействию. Подать заявление можно через МФЦ, непосредственно в отделении социальной защиты, через портал государственных услуг, либо почтовым отправлением. Также по поручению президента страны, для семей, в которых воспитываются дети до трех лет, на период пандемии коронавируса установлена мера поддержки в сумме 5000 рублей. В соответствии с указом президента, от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим право на материнский капитал, а также ранее имевшим такое право, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5000 рублей за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Заявления принимаются до 1 октября. Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно. В случае необходимости сотрудники пенсионного фонда самостоятельно запросят все сведения. Финансовая поддержка семьи обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Напомню, в настоящее время обратиться в пенсионный фонд по Ниньскому округу можно только по предварительной записи по телефону 4 29 55 и через электронный сервис. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Стать волонтером может каждый. Участники всероссийской акции «Мы вместе», который присоединился, и Ниньский округ приглашают в свои ряды всех желающих. В задачи волонтеров входит помощь пенсионерам и маломобильным группам населения. О работе волонтерского центра расскажет Мария Даник. В набор входит масло, макароны, чай. Сегодня участники акции «Мы вместе» формируют несколько наборов. Они индивидуальны по заказам людей старше 60 лет и маломобильных граждан. Работа волонтеров проходит на базе созданного в Ниньском округе штаба. Сейчас, в данное время, мы помогаем пожилым людям, маломобильным, которые нуждаются и не смогут выйти из дома. И мы покупаем им продукты, которые необходимы. И лекарства выбрасываем, а также выбрасываем мусор. Помимо прочего, Барвина, представляющая организацию «Волонтеры-медики», следит и за здоровьем волонтеров. Как признается девушка, задача несложная. Провести правильный инструктаж, как правильно мыть руки, как правильно все обрабатывать. Всего в Ниньском округе на сегодняшний день в рамках акции «Мы вместе» работают 45 добровольцев. В их числе и волонтер со стажем Никита Янчев. Вообще, на сегодняшний день очень важно помогать ближнему, особенно если это пенсионеры и маломобильные граждане. Я принимаю участие в таких акциях довольно давно. Есть некий опыт проведения участия. И призываю всех принять участие в этой акции. Для того, чтобы стать волонтером «Мы вместе» необходимо пройти регистрацию и специальное обучение. Нет, все довольно просто. Вы переходите по сайту Добро.ру, вам предлагают обучение. После этого вы проходите тест, вам высылают сертификат о том, что вы приняты. Волонтеры, прошедшие обучение, работают по всему округу. Однако 45 человек на весь регион – недостаточное количество. Тем более, что помимо помощи пожилым людям и маломобильным группам населения, волонтеры «Мы вместе» на территории Ниньского округа оказывают помощь и многодетным семьям. Плюс волонтерами организуется работа в поддержке многодетных семей. У многих предпринимателей многие присоединяются, у многих магазинов установлены тележки Добра, на которые каждый желающий может приобрести продукты и оставить тем, кто в этом нуждается. Потому что страна сейчас переживает довольно-таки трудное время. И действительно, многие люди столкнулись с трудной ситуацией, и им нужна помощь. Работы хватит на каждого, поэтому в рядах участников акции «Мы вместе» ждут всех желающих. Волонтером может стать любой гражданин Российской Федерации. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте подкормы «Мы вместе». Сделать это довольно-таки нетрудно и направить заявку о участии в акциях в Ниньском автономном округе. Потом с вами свяжутся активисты-волонтеры штаба в Ниньском автономном округе проекта «Мы вместе». Мы призываем всех присоединиться к этому проекту и прийти на помощь близким. Обратиться за помощью в волонтерский штаб можно по телефону горячей линии. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». И в завершении выпуска хорошая новость. Раненый орлан Белохвост, найденный недалеко от деревни Пылемец, доставлен сотрудниками Всемирного фонда дикой природы России в Архангельск, а затем переправлен на лечение и реабилитацию в Дарвинский заповедник. Напомню, что у птицы было огнестрельное ранение, несколько дробинок сломали крыло и застряли в кости и мягких тканях. Через три дня после находки на рейсовом самолете крылатого пассажира доставили в Архангельск. В дороге орлан вел себя спокойно. Время в пути составило почти 10 часов. Птицы дали имя Нарьян. В Череповце орлану было сделано две операции, одна из которых длилась более двух часов. Из крыла удалили две дробины и собрали с помощью стальных спид сломанную локтевую кость. Сейчас крыло зафиксировано специальным приспособлением. В ближайшие две-три недели орлан будет находиться в максимальном покое. Затем птица будет переведена в вольер, где она будет тренироваться, прыгать и прилетать на короткие дистанции. После этого начнутся тренировки в большом разлетном вольере. Пока никто не может дать гарантии полного восстановления здоровья орлана и его способности к полету. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.